Итак, вернувшись назад к своим ученикам на острова Блаженных, или на Блаженные острова, как вам удобнее, Зараздуство напоминает им о том, почему Бог – это не вариант. Уже не Бог умер, а нет Бога и нет богов. Пришло время поговорить об опасностях, которые его ученики испытывают. Эти опасности от его врагов. И первые эти враги – сострадательные. Да, да, да. Вы знаете, что это за сострадательные ребята, кто все время сострадает несчастным, давайте я скажу, угнетенным, чтобы вам было понятнее, массам. И что же Зараздуство говорит о них? О сострадательных. Мои друзья, до друга вашего дошли на смешливые слова. Посмотрите только на Зараздуство. Разве не ходит он среди нас, как среди зверей? Но было бы лучше так сказать. Познающий ходит среди людей, как будто среди зверей. И сам человек называется у познающего – зверь, имеющий красные щеки. Зверь, имеющий красные щеки. Ну, давайте, дочитайте, откуда у него? Откуда это у него? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться? О, друзья мои, так говорит познающий. Стыд, стыд, стыд. Вот история человека. Да. Зверь, имеющий красные щеки – это зверь, стыдящийся. Ну, давайте я перефразирую. Стыдящийся, то есть неполноценный. Учение о становлении вызывает у людей, у большинства, жалость к тем, кто не смог. Жалость к тем, кто отстал, кто остался позади в течение этого становления. И, естественно, у золотусты нет жалости для таких людей. Но, оборачиваясь назад и, видя отставших, видя все человечество, золотусты испытывают что? Стыд. Обычному человеку стыдно за себя, но философу стыдно за все человечество. Это мы увидим потом, когда доктрина о воле, которая не может валить вспять, и доктрина о вечном возвращении исправят это положение. И потому благородно предписывает себе никого не стыдить. Стыд предписывает он себе перед всяким страдающим. Поистине, не люблю я этих сердобольных, блаженных в своем сострадании. Слишком лишены они стыда. Если и должен я быть сострадательным, я все-таки не хочу называться им. И если я сострадателен, то лучше издален. Люблю я прикрывать голову и убегаю, прежде чем узнают меня. Так советую я делать и вам, друзья мои. Пусть судьба всегда посылает мне навстречу тех, кто чужд страдания, и с кем я вправе делить надежду, пищу и мед. Поистине, я делал и то, и другое у меня страдающее, но мне казалось всегда, что лучше я делал, когда учился больше радоваться. С тех пор, как существуют люди, человек слишком мало радовался. Лишь это, братья мои, наш первородный грех. Когда мы научимся больше радоваться, тогда мы тем лучше разучимся причинять другим боль и выдумывать ее. Поэтому умываю я руку, помогавшую страдающему, поэтому вытираю я также и душу. Ну, то есть речь идет о том, что, когда мы научимся больше радоваться, мы станем менее мстительными. Почему? Почему? Откуда исходит месть? Из зависти. Откуда возникает... Ну, мы знаем, что из зависти. Может быть, откуда-то еще. Откуда возникает зависть? Из тяжести жизни, из тяжелого отношения к жизни. Радость, смех и танцы – это прямая противоположность тяжелого отношения к жизни. Да, да, да. Вот этот танцующий бог, этот смеющийся лев – это легкость, о которой говорит Ницше. И есть противоположность тяжести жизни, из которой дождается месть. Здоровье. Не, 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 не. Месть – это результат тяжести, а тяжесть – это результат отношения к жизни. Вот как… Легкость – это противоположность тяжести. Вы спрашиваете меня, как быть легким, быть здоровым? Ну, мы об этом говорили же. О радостях и страстях. Ибо когда я видел страдальца страдающим, я стыдился его из-за его стыда. И когда я помогал ему, я жестоко обходился с его гордостью. Угу. Смотрите, не жалость, а гордость ведет к стыду. Но у гордого, у по-настоящему гордого человека что вызывает стыд? Все человечество в целом вызывает у него стыд. И так вместе с этим стыдом приходит немножко мести. Стыд – это самое отвратительное чувство, которое вы можете пережить. Одно из самых отвратительных. Давайте я скажу так. Стыд ведет к мести. Стыд ведет к зависти и мести. Но у философа стыд вызывает все человечество. Угу. Большие одолжения рождают неблагодарных, а мстительных. И если маленькое благодеяние не забывают, оно обращается к сложущему человека. Ну, не забывают. Помните, как рессентимент связан с хорошей памятью, да. Посмотрите, что вызывает грех? Телесность. Поэтому попытка задавить телесность – это попытка отомстить, конечно. Получается, что если человек делает какое-то, ну, тело, которое происходит в другом человеке, но без корызы, без воспитания, считается, это правильно. То есть, если я поддерживаю ее не потому, что, ой, сейчас я могу у человека, потому что ему там видит себе плохо, или потому что вот так происходит, а если я просто поддерживаю, то я просто поддерживаю. Все зависит от того, вы хотите унизить его гордость или нет. С одной стороны, ученик может делать все, что хочет, потому что такова есть воля власти. Он может созидать любую ценность, которую хочет. Но Зародусство сразу предупреждает его, как бы не вызвать своими действиями месть со стороны сострадателя. Он говорил до этого, как не вызвать месть – сбежать в одиночество. Но даже на островах блаженных уже не может быть одиночество. И потому, как не вызвать месть – это другой вопрос, новый вопрос. Будьте неприступны, принимая. Отмечайте этим, что вы принимаете. Так советую я тем, кому нечем отдарить. Но я из тех, кто дарит. Я люблю дарить, как друг, друзьям. И пусть чужие и бедные сами срывают плоды с моего дерева. Это медианство. От нищих надо бы совсем избавиться. Прям сердишься, что даешь им. И сердишься, что не даешь. Да. И видите, Зародусство сам отравлен духом мщения. Он ненавидит нищих. Он ненавидит отрепья в любом его проявлении. От нищих надо бы совсем избавиться. Прям сердишься, что даешь им. Сердишься, что не даешь. И заодно с ними грешников и угрызение совести. Верьте мне, друзья мои. Угрызение совести учит кусать. То есть, угрызение совести это собственно вина. Почему нища пытается избавиться от культуры вины. Зародусство расскажет вам об этом в деталях в главе об избавлении. Поэтому сейчас я не буду забегать вперед. Прочите главу об избавлении. Это одна из самых важных глав в книге. Но хуже всего мелкие мысли. Поистине лучше уж совершить двое, чем подумать мелко. Вы говорите, радость от мелкого злого бережет нас от крупного злого дела. Но здесь не следует быть переживым. Двое дело похоже на рыб. Оно зудит и чешется. И прорывается на рыбе. Оно говорит честно. Гляди, я болезнь. Так говорит двое дело. В этом честность. Но мелкая мысль похожа на грибов. Он ползет и нагибается. И нигде не хочет остановиться. Пока все тело не будет вялым и рядом от маленьких грибов. А тому, кто нежим дьяволом, я так говорю на уху. Лучше, чтобы ты вырастил своего дьявола. Даже для тебя существует еще путь величия. Ах, братья мои, о каждом знаешь слишком много. И многие делаются для нас прозрачными. Но от этого мы не можем еще пройти сквозь них. Трудно жить с людьми, ибо так трудно хранить молчание. И не к тому, кто противен нам, бываем мы несправедливы больше всего. А к тому, до кого нам нет никакого дела. Если есть у тебя страдающий друг. Смотрите, друг. Если есть у тебя, мой ученик, страдающий друг. Будь на его страдания отдохновением, но и жестким ложем, походной кровати. Так будешь ты ему болезнее всего. Да, мы говорили об этом, когда говорили о дружбе. Жалость означает отсутствие равенства. Жалость ранит горлость. Да, да, да. Но поддержка в смысле примера. Да, да, да. Почему? Потому что жалость отравляет. Если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори. Я прощаю тебе то, что ты мне сделал. Но что ты сделал, это себе, как мог бы я простить. Так говорит всякая великая любовь. Она преодолевает даже прощение и жалость. Надо сдерживать свое сердце. Да, это потом будет сказано. Мужество убивает все. Даже сострадание. Стоит только распустить его и как быстро теряешь голову. Заразуство говорит, что в противопоставлении современным либералам, которые призывают к свободному уму и к свободному сердцу. Заразуство знает, только одно может быть свободным. Если вы хотите быть свободным умом, ваше сердце должно быть полностью вам подчинено. Оно должно быть полностью закрыто вашей дисциплиной. Никакой жалости. А где в мире совершались большие безумства, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумству сострадательных? Да. Что делали сострадательные? Они поощряли месть. Своим состраданием они вызывали у остальных людей чувство мести. Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание. Так говорил однажды мне дьявол. Даже у Бога есть свой ад. Это его любовь к людям. И недавно я слышал, как говорил он такие слова. Бог умер. Из-за сострадания к людям умер Бог. Да. В четвертой части самый безобразный человек скажет, что он убил Бога, потому что он больше не мог смотреть, как Бог ему сострадает. Угу. Итак, я предостерегаю вас от сострадания. Оттуда придет к людям тяжелая туча. Поистине я знаю долг в приметах погоды. Да. Я знаю, откуда эта отсылка. Это отсылка книга пророка Ильи «Облачко величиною с ладони». Пророк Илья воюет с местным еврейским царем, которые естественно поклоняются то ли Баалу, то ли Ваалу, то ли очередному идолу, неважно. Илья собирает жильцов этого самого царя и начинает им доказывать, что его Бог самый классный. Естественно, доказывать это как? От Бога что-то требуется. Я не помню, что они делают. То ли останавливают огонь, то ли поджигают бычков. В общем, можете прочесть это самостоятельно. Идея в том, что Илья побеждает и Бог поджигает вместе с бычками этих несчастных жильцов Ваалу. После этого царь Израиля говорит, окей, я поверил, что ты настоящий пророк на какое-то время. Ну понятно, это Библия, потом они снова будут воевать. То есть хронологии нет. Но важно, что Илья проверяет, послушается ли царь того, что скажет ему Илья. Илья, он все время посылает своего сына к берегу смотреть на идущие тучи. Небо чистое или там есть тучка? Небо чистое или там есть тучка? Небо чистое или там есть тучка? В конце концов, его сын прибегает и говорит, там грозовой фронт. Илья походит в царю и говорит, смотри, видишь облачко? Я говорю тебе, будет буря. Я говорю тебе, езжай отсюда к себе в столицу, будет буря. Так Илья проверяет царя, станет ли царь после того, как Илья совершил чудо, слушаться всего, что он ему говорит или не станет. Потому что если Илья пророк Господень, все, что говорит Илья, говорит Господь. При том, что на самом деле не Бог сказал Илье, что сейчас будет буря. Еще раз спросите этот отрывочек. Итак, я предостерегаю вас... Я предостерегаю вас от сострадания. Оттуда придет к людям тяжелая туча. Поистине, я знаю о том, что в предметах погоды. То же самое говорит Илья Золотуство. Я уже вижу это облачко величиной с ладонью. И он не говорит вам, откуда он знает о грозовом фронте. То есть, говорит Илья. Конечно, это речь к ученикам о сострадательных, но ученики не вызывают уже у него доверия. Он никогда не говорил им всей правды. Но и теперь, в тот момент, когда он должен их спасти, он не станет говорить им все правды. Он всегда хотел, чтобы они шли за ним, но шли туда, куда он укажет, а не куда они хотят. И до сих пор он проверяет их как пророк, как безумец. Я говорю вам, вот это произойдет. Они и не станут. Они и не станут. Это тяжелейший вопрос. Опять же, из того, что мы знаем, он говорит, мне нужны ученики, которые пойдут туда, куда я скажу. В том смысле, что он говорит, я должен наметить для них путь. Но в конце он скажет, я знаю, что пути не существуют. Это книжка не про эволюцию его учеников. Это книжка про эволюцию кого? Его. Его самого. Да. Быть может, когда в четвертой части, в пятой той части, он бы спустился вниз. И еще раз. Он сказал бы ученикам совершенно другие вещи. Набрал бы новых учеников. Или что-то либо произошло. Но этого нет. Можно ли помогать, что он хотел на первой истории не только, потому что в его цели был священнодет. А просто он хотел, чтобы за ним шли, чтобы кто-то был... То есть он всю эту рейку, в одиночестве наполнял себя как солнце. Наполнял себя в чашу. Теперь он хотел... Давайте я скажу по-другому. И я думаю, вы со мной согласитесь. Он хотел найти тех, кому он мог применить свою волю к власти. Да. Ну и есть... Нет больше самолюбия. Точнее, себелюбия, властолюбия и что-то еще. Что-то еще. Вы должны прочесть главу о трех... О треком зле и увидеть, как Ницше решает эту проблему. Если мы дойдем до нее, Ницше отменяет... Нет такого понятия, как альгруизм и эгоизм. Они тоже придуманы христианством. Они тоже должны быть отменены. Если так... Разве это то, то есть, если не знаете, это более плазиное... Папа с этим знанием, но... Давайте скажите дальнейшее добродетель. Ну, и так... То, что Ницше трактовал свой сон, так как он для того, что спустился. И то, что он первый раз спустился, значит сказать, что человеку. Это ровно... До этого он провел десять лет в одиночестве. Ровно... В этом интервью, то есть, что-то поддался с нами. Не-не-не-не. Он провел десять лет в одиночестве, потому что... Это было классическое. Да, потому что он узнал, что Бог умер, и он выгорел, он стал пессимистом. Ему потребовалось десять лет, чтобы из пессимиста снова стать нормальным человеком. Смотрите, он перестал быть пессимистом, когда увидел, что смерть Бога – это не трагедия, это возможность. Просто Заратустра хотел, чтобы ученики следовали за ним, то есть следовали... Ну, то есть, чтобы они не сами узнали... Нет, они не должны были идти за ними. Они должны были идти, куда он скажет. Куда он скажет, да. То есть, Бога сказал, как Богу следует людей и так далее. Вот. Может ли быть такое, что ученики Заратустра – это как раз-таки есть... Ну, как думал Заратустра, условно. Что его ученики – это предки сверху людей. Так он им об этом прямо говорит. Вот то, что они именно предки. То есть, они не достигнут, потому что они предки. То есть, поэтому они должны идти, куда он скажет. А, сейчас. Поэтому они свободны в своем каком-то... Хороший ответ. Забегаем вперед по ту сторону добра и зла. Те, кому обращаются Ницше там – это свободные умы. То есть, интермедия между верующими старыми и верующими философами будущего. Вот свободные умы не могут выбирать, что делать. Им меньше указывать, что делать, потому что такой перистолетический период. Ну, он не может указывать, что делать в философом будущем. Давайте, давайте. Запомни также и эти слова. Всякая великая любовь выше всего своего сострадания. Ибо то, что она любит, она еще хочет создать. Себя самого я приношу я в жертву своей любви. И ближнего своего подобно себе. Такова речь всех созидающих. Но все созидающие жертвы. Себя самого я приношу я в жертву, говорит Золотустер. Но на самом деле, кого он приносит в жертву? Свой избранный народ. Да. Ученики должны быть принесены в жертву. Почему? Потому что созидание значит изменение. А изменение значит гибель. И в этом смысле они должны быть заново, еще раз погублены. О священниках. О священниках. Это враги Золотустра, которые возвращают учение Золотустра в глазах ученика Золотустра. Они соблазняют их состраданием. Теперь соблазняют их священными. Угу. Однажды Золотустра подал знак своим ученикам и говорил им такие слова. Вот священники, и хотя они мои враги, проходите мимо них спокойно с опущенными мечами. Угу. Не нападайте на священников. И среди них есть герои. Многие из них слишком много страдали, поэтому они хотят заставить других страдать. Если вы хотите, чтобы я объяснил вам строчку, и среди них есть герои, вам придется, конечно, меня задушить. Для этого надо читать вторую часть генеалогии и морали. Как среди священников оказываются герои. Почему среди священников есть герои. И, наконец, дальше. Злые враги они. Нет ничего мстительнее их смирения. И легко оскверняются за тот, кто нападает на них. Но моя кровь просто на их крови. И вот вам поворот. Я хочу, чтобы моя кровь прочиталась в их крови. Да. И это связано с тем, что среди них герои, если вы откроете генеалогию морали, вы поймете, что жрец и философ – это один и тот же человек. Священники – это жрецы. Но философы, чтобы выжить, укрывали себя в мантию священничества всегда. В этом смысле философ и жрец – это одна и та же кровь. Как получилось, что жрецы с одной стороны близки к философам или являются философами, а с другой стороны оказываются священниками и покровителями стада – это вопрос про генеалогию морали. Надо только сказать, что когда, с точки зрения Ницше, когда стада поднимает революцию против аристократов, когда неудавшиеся поднимают революцию против удавшихся, в этом нет заслуги стада. В этом заслуга только священников. Ибо они – аристократы, которые предали аристократию по определенным причинам. Это они ведут за собой стада против аристократического порядка. Ницше говорит о генеалогии морали. Есть господская мораль. Она появляется очень просто. Кто-то удался, кто-то не удался. Точка. Вы удались, вы начинаете называть себя удавшимися, хорошими. И он буквально приводит пример из греческого языка, из немецкого. Мы можем из русского перевести. А те, кто не удались, те называются плохими, только не злыми, плохими. Ну, например, называются простаками или дураками. Да, вот Иванушка-дурачок. Так появляется первичное разделение на аристократов хороших и неудачников плохих. Большинство – толпу. Чем занимаются аристократы и как они доказывают, что они хорошие? Макиавелли все время об этом и говорит. Как вы докажете, что вы преодолеваете фортуну? Только встав в тот случай, когда фортуна стоит против вас и победив ее. Не, скачки – это все-таки развлечение, это не дело. Для аристократов есть только одно дело. Это настоящее, серьезное – это война. Да, да. Так они доказывают. Но тут же появляются среди аристократов люди, которые говорят, мы должны вести еще и другую войну. В кавычках, конечно. Конечно. И в связи с этим, что они теряют? Какую возможность они тут же теряют, когда становятся шрицами? Выживают. Конечно. Они не могут проливать кровь, потому что кровь делает вас нечистым. Ни свою кровь, ни чужую они не могут проливать. Так появляется слой аристократии, который не может заниматься тем, чем занимается вся остальная аристократия. Представьте, десять человек, пять из них дерутся на войне, пять из них нюхают фимиам, раздвигают и задвигают шторки, прыгают на месте, поют песенки. Из пяти человек победителями с войны возвращаются трое. Как они сравнивают себя с этими пятью? Я рисковал жизнью, я выставил себя против фортуны, и я победил. Ты чем занимался здесь? Ты вообще кто такой? Чтобы иметь возможность выделить себя, отделить себя от аристократов и поставить себя выше аристократов, которые воюют, аристократы, которые не воюют, жрецы становятся героями. Они начинают налагать на себя запреты, которые вынести нельзя, которые нормальный человек вынести не может. Например, они перестают отвечать, когда их бьют. Для аристократа это безумие. Что значит, тебе нанесли удар, а ты не отвечаешь? Так не может быть. Так теряется всякий интерес к драке. Представьте, вы просто бьете человека, который не сопротивляется. Это бессмыслица. Понятно, когда вы бьете своего раба, когда он ничего не делает, но когда вы бьете в бою равного себе, а он не сопротивляется. Или когда он не ест. Понятно, что раб не ест, потому что кто ему даст. Но вот, ему все доступно, но он соблюдает пост. Или там женщины. Понятно, что рабу никто ничего не даст. Но я могу взять любую женщину, особенно если это идет война. Или я могу выбрать лучшую. Но какие-то мужики говорят, не-не-не, мы обойдемся, спасибо, не надо. Нам это окно. Так аристократы-жрецы начинают отделять себя от аристократов-войнов. И когда это отделение происходит, вдруг оказывается, что аристократы-жрецы и стада имеют одни и те же цели и ценности. И те, и другие ненавидят и презирают этот мир. В смысле, мир успешных, красивых, богатых, едящих, совокупляющихся, убивающих друг друга аристократов. Так высшая прослойка аристократии становится абсолютным союзником стада. И вместе, под руководством этой высшей прослойки, они вместе со стадом снимают естественный порядок вещей. Уничтожают аристократов. Аристократы становятся злыми в противоположность униженным и оскорбленным добрым представителям стада. И более того, добрым представителям жреческой аристократии. Такую байку Ницше рассказывает, чтобы объяснить, откуда возникают жрецы, как союзники и ведущие стада. Например, Гегель вам скажет, как разрешается диалектика раба и господина. Сталкиваются два сознания. В ходе столкновения одно побеждает, второе проигрывает. Они оба становятся самосознаниями. Проигравшая говорит, окей, я теперь твой раб, только дай мне пожить. Не хочу умирать. Господин лежит на диванчике и кушает виноград. Помните робот-гедониста с футурамой? А раб в это время начинает изменять мир своим физическим трудом. Пока господин не делает ничего. Для Ницше это абсолютная чушь. Для Ницше это глупость. Потому что вокруг чего вращается мир? Вокруг создания и руководства ценностями. Толпа не создает никаких ценностей. Толпа не может ничего создать. Только индивид может создать. И в этом смысле стадо побеждает именно тогда, когда в лице жрецов-аристократов оно приобретает себе союзника. Которые могут сказать им, вот это хорошо, а это плохо. Вот это добро, а это зло. Так и происходит в широком смысле победы христианства. Вот о чем говорит Заратурство, когда говорит, моя кровь в крови их. Не нападайте на них, они вас раздавят. Вы воины, они жрецы. Не трогайте их, пройдите мимо. Ну, конечно, надо читать генеалогию морали, чтобы все не выглядело так куца, как я объяснил. И когда прошли они мимо, напала на Заратусту скорбь. Но недолго боролся он со своей скорбью и начал так говорить. Жаль мне этих священников, и они мне противны. Но для меня это не самое важное с тех пор, как я страдаю. Я страдаю и страдал с ними. В пленнике они для меня и отвержены. Тот, кого называют неспасителем, заковал упаковок. Упаковок ложных ценностей и слов безумия. А если бы кто-нибудь спас их, это их спасители. Да, то есть среди них есть герои, среди них есть аристократы. Их снова можно вернуть к жизни. По острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны. Но смотрите, это было спящее чудовище. Ложные ценности и слова безумия. Это худшие чудовища для смерти. Долго дремлет и ждет в них судьба. Да, но слова безумия мы теперь знаем, что так как Бог все прямое делает кривым и все стоящее вращающим, то Бог, конечно, вызывает безумие. Но наконец оно приходит и подстерегает, и пожирает, и проглатывает тех, что строили на нем себе жилища. О, посмотрите же на эти жилища, что построили себе священники. Церквами называют они свои сладостно-глубоухающие пещеры. Ну, естественно, это отсылка к лестнице Якова. Поистине предпочитаю я видеть бесстыдного, чем перекошенные глаза и стыда его укровения. Кто создал себе эти пещеры и лестницы покаяльные? Не были ли именно те, кто хотел спрятаться и стыдился ясного неба? Да, вы уже слышали про лестницу покаяния. Правильно ведь только что? Что добавилось? Пещера. Пещера. Кто добавил пещеру? Да. Сократ, конечно. Сократ и его образ пещеры. Во второй книге образ пещеры очень частый, так что будете следить за ним. То есть это образ ложного мира против истинного мира там, вне пещеры. Сократ и залгал реальный мир в том смысле, что он сказал, что все, что вы видите в реальном мире, это жалкое отражение. А надо смотреть на великое, витающее вне времени благо, которое висит в небесах. Так же, как Сократ и стремил все, так что и Бог оставляет. Да, да, да. Только когда ясное небо вновь справлялись сквозь разрушенные крыши на траву и трусовые макулы у разрушенных стен, Снова обращуя свое сердце к жилищам этого Бога. Они называли Богом то, что противоречило им и причиняло страдания. И поистине много героического Бога говорили. И не иначе умели они любить своего Бога, как распяв человека. Как трупы думали они жить, черным обшили они свой дух. Да, но речь не идет, как распяв человека, речь не идет о Христе, хотя это хорошая шутка. Речь идет о самих себе. Как распиная самих себя. Чем слабее ваше тело, тем ниже, меньше ваше. Именно поэтому его нельзя преобнолеть. Когда мы ограждаемся, когда это срочно принадлежит уже желание, как вы стремитесь получить наибольшую жизнь. Золотусство скажет об этом в следующей или позаследующей главе, что источником вашей добродетели является обещание награды. Вы не были бы добродетельны, если бы ваша добродетель не обещала вам потусторонний мир. Угу. И даже из их речей чую я еще должную пряность скверта. Кто живет вблизи, живет вблизи черных кудов, откуда жаба в сладкой задумчивости поет свою песню. Лучшие песни должны бы они мне петь, чтобы не учился я верить в Спасителя. Спасенными должны бы выглядеть и в общем. Это то, о чем я вам уже говорил. Христос на кресте искупает все ваши грехи. Все ваши грехи искуплены. Это значит, что вы должны делать что? Жить полной жизнью. Да. Вот тогда его учение действительно бы заслужило внимания, если бы христиане жили полной жизнью. Жили ли христиане когда-нибудь полной жизнью? Возрождение. Возрождение. Возрождение, да. Вот тогда они наконец-то стали жить полной жизнью. И тут случилось страшное. Пришел Лютар и все испортил. Многими хотел бы я обидеть их, ибо только красота должна проповедовать покаяние. Но кого же убедит эта закутанная печаль? Поистине, сами их спасители явились не из свободы и седьмого неба свободы. Поистине, сами они никогда не ходили по коврам познания. Из многих дыр состоял дух этих спасителей. И в каждую поместили они свое безумие, свою затычку, которую они назвали Богом. То есть это верю, ибо абсурдно. То есть там, где вы видите вещь, которую вы не можете объяснить, вы пихаете затычку. Это Бог. Состраданием утонул дух. И когда они выдувались и выдувались от сострадания, на поверхности всегда плавала Великое Бедунье. Гневно, скрипом гнали они свое стадо по своей тропинке. Как будто к будущему ведет только одна тропа. Поистине, даже эти пастыри принадлежали еще холстам. Да, и следующее замечание. Да, все правильно. Почему философы и священники это кровь от крови? Потому что и те, и другие на самом деле повелители стада. Крошечный ум и большая душа были у этих пастырей. Но, братья мои, какими маленькими странами были до сих пор даже самые большие души? Пробавлыми знаками отмечен путь, по которому они шли. Их безумие учило, что кровью доказывают истину. Я советую вам вспомнить про главу о чтении и письме, где золотурство говорит, пиши кровью, и тогда ты узнаешь, что кровь есть дух. Теперь он говорит прямо противоположное. Священники верят, что мученичество доказывает истину. Золотурство говорит им, нет, пролитая кровь ничего не доказывает. Наоборот. Кровь наихудшее доказательство истины. Кровь отравляет самое чистое учение – это безумие и ненависти сердец. А если кто идет на костер из-за своего учения, что это доказывает? Чудо правдивее, когда из собственного пожара выходит собственное учение. Ну, как случится, Золотурство. Помните, теперь свой огонь ты несешь в долины. Угу. Горячее сердце и холодная голова. Где они встречаются, там рождается ураган – имя ему спаситель. Поистине, были люди более великие и более высокие по рождению, чем те, кого народ называет спасителями – эти яростные ураганы. И от более великих, чем были все спасители, должны быть, братья мои, избавиться, если хотите найти путь в свободе. Никогда еще не было сверхчеловека. Благими видел я обоих – самого большого и самого маленького человека. Еще слишком похожи они друг на друга. Поистине, даже самого большого находил я – слишком человеческий. Как вы говорите Золотурство? За что говорит Золотурство своим ученикам? Не нужно бороться с христианами. Не нужно бороться со священниками. Нужно бороться с христианством. Нужно заниматься то, чем Ницше называет переоценкой ценностей. Не воинствующий атеизм – то, что Ницше поднимает на свой стяг, а переоценку, которая ведет к атеизму в целом. Угу. А добродетельных. Да. Вопрос о том, откуда до сих пор была власть на свете добродетель. Громом и небесным огнем надо говорить к вялым и сонным чувствам. Но голос красоты говорит тихо. Он тратывается только в самые чуткие души. Тихо в драни вы смеялся сегодня ночью. Это священный смех и треку красоты. Над вами, вы добродетельные, смеялась сегодня моя красота. И до меня доносился ее голос. Они хотят еще, чтобы им заплатили. Вы еще хотите, чтобы вам заплатили? Вы добродетельные. Хотите плату на добродетель, небо за землю и вечность за ваше сегодня? Да. Добродетель как результат стремления к награде. То есть добродетель не сама по себе. Угу. И теперь негодуйте вы на меня, ибо учуя, что нет воздаятеля платы наград. Да. И как же она может существовать, если нет воздаятеля платы наград? Если нет никакого мира. То есть встает вопрос, о котором мы немножко уже затронули. Но который теперь надо высказать четко. Как можно быть добродетельным, если мы знаем, что мир абсолютно бессмысленен, жизнь бессмысленна, и никакой потусторонней награды не будет? Создает себе ценности, да. И сам в них верит. Как он в них верит? Как? А как? Так а добродетели есть? Ну есть, есть. Нет. Добродетели есть ценности. Как это сделать? Обмануть. Обмануть себя. С помощью чего? Волж. Нет. Волж это и есть обмануть себя. Что необходимо сверхчеловеку, чтобы он мог такие фокусы для себя самого проворачивать? С помощью чего он это делает? Как это называется? Называется воля к власти. Явно добродетельно и не на том уровне, чтобы иметь возможность самим создавать ценности и самим себя обманывать с помощью воли к власти. У них не хватает воли к власти. Они не пережили всех превращений духа. Это очевидно. Именно поэтому они добродетельны. Угу. Хорошо. Вы еще хотите, чтобы вам заплатили? Вы добродетельны. Хотите плату за добродетель, небо за землю и вечность за ваше сегодня. Теперь негодуете вы на меня, ибо учу я, что нет воздаят себе оплаты награды. И поистине, я даже не учу, что добродетель сама себе награды. Иными словами, он даже не учит, что добродетель нужна ради самой себя. Ради чего нужна добродетель? Это серьезнейший вопрос. Это было бы вообще катастрофой с точки зрения золотой стены. Угу. Так вот мое горе. В основу вещей болгали награду и наказание. И даже в основу ваших душ. Вы добродетельны. Но подобное кругу века должно мое слово бороздить почву вашей души. Клугом хочу я называться для вас. Клугом, конечно. Все, что вы делали, исходило из представлений о награде и наказании. Не убивать. Почему? Потому что Господь накажет. И, следовательно, не убивать из страха. Не желать жены ближнего, потому что это ад. И, следовательно, не желать из страха. Все поступки до этого были связаны со страхом. Страхом потустороннего. Ну и надеждой, да? Но только надеждой и страхом на потустороннее наказание или награду. Эти наказания и награды должны быть удалены, чтобы мир снова стал таким, каким он был до того, как христиане залгали его. То есть, как жить теперь? Как понимать, что хорошо и что плохо, когда Господь Великий больше не говорит вам, что хорошо и что плохо. И при этом еще грозит пальцем. А до этого все время, да, конечно. Не просто говорил, а еще грозил пальчиком и говорил, попадете потом в ад. Угу. Все сохраненное в вашей почве должно выйти на свет. И когда вы будете лежать на солнце, взрытые и разбитые, отделится ваша ложь от вашей истины. Ибо вот ваша истина. Вы слишком чисты для обрязи слов. Учения, наказания, награды, возмездия. Вы любите вашу добродетель, как мать свою дитя. Но слыхано ли, чтобы мать хотела плату за свою любовь? Почему мать любит свое дитя? Давайте. Мать ведь не любит всех детей. Правильно. Мать любит только какое дитя? Свое. Потому что она любит свое. Да. Любовь к детям – это любовь к себе, к самому себе. А вот можно ли сказать так, что… Будем сидеть, пока дождь не кончится. У меня нет зонтра. Никуда никто не уйдет. Потому что дети любят своих родителей, потому что родители тоже… Да. Это как с приемным отцом. Ты мне не отец. Да. Вот с отцом ты так не скажешь. Да. Потому что ты часть его, и он часть тебя. Угу. Ваша возлюбленная самость. Вот ваши добродетели. Помните, это то, что говорил Золотуса в радостях и страстях. Жажда кольца есть в вас, чтобы снова достичь самого себя. Для этого вертится и крутится каждое кольцо. И для Максима Павловича я делаю комментарий. Помните вечное возвращение? Когда ты сам – причина вечного возвращения самого себя. Посмотрите, жажда кольца есть в вас. Чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо. И встает вопрос, не является ли доктрина вечного возвращения наживкой для добродетелей? Не является ли она ложью золотости? Не пытается ли он волгать им возможность жить без потусторонних наград и наказанных? Когда мы дойдем, то есть никогда, до доктрины о вечном возвращении, встанет вопрос, какие проблемы она решает. И будет как минимум три уровня. Я вижу как минимум три уровня проблем. Но проблема номер один – это как жить простому человеку, когда непонятно, что такое добро, что такое зло. То есть раньше Господь спускался с небес, теребил вас за ушки и говорил, вот это делай, вот это не делай. Это хорошо, это плохо. Теперь, когда понятно, что нет ни хорошо, ни плохо, нет добра и слава, как жить? И вечное возвращение будет ответом на это, как жить. Помните, что говорит Золотустер? Как надо жить? Чтобы в конце жизни сказать, ну что ж, это была жизнь, так еще раз. То есть жить так, чтобы ни о чем не жалеть. Вот как Золотустер решает проблему отсутствия потустороннего мира, наград и наказаний. Вечное возвращение скажет вам, вы вернетесь еще раз и бесконечное количество раз, и ваша жизнь будет точно такой же. Все ваши победы вернутся и все ваши поражения вернутся. И это значит, что вопрос всегда стоит, хочу ли я, например, унизиться сейчас и пережить это унижение бесконечное количество раз, бесконечное количество времени. Или я готов сопротивляться унижению и пережить горлость бесконечное количество раз, бесконечное количество времени. Уже сейчас Золотустер закладывает им эту идею. Но кому им добродетельным? Никому больше. Это не для него. Это не для учеников даже. Это только для масс. Это только для толпы. И мы должны задаться вопросом, не является ли вечное возвращение учением для массы? Не является ли это массовым учением? Если мы задаемся к вопросам, то, скорее всего, ответ на него нет. Ответ на него есть. Почему? Нет, мы ответим на него нет. А, мы ответим на него нет. Почему? Потому что ниже видно, что его идея очень... А если я скажу вам... Он еще на реках писал. Не-не-не, подождите. Начнем издалека. Ни в одной книге после Золотусты, кроме Экки Хомо, где Золотусты разбирается, нет ни слова вечного возвращения. Низко. Даже сверхчеловек превращается в философа будущего. Даже война с христианством в антихристе остается. Даже генеалогия морали разбираются эти проблемы. В вечное возвращение нет ни слова. Есть немножко, вы правы, в дневниках и набросках, но не более того. Следующий шаг. Смотрите. Кому Золотусты рассказывает идею о вечном возвращении? Глава о ведении загадки. Кому он обращается? В конце второй книги, в начале третьей. Он уходит в конце второй, доходит до пристани в конце второй и уплывает со словов блаженных прочь. Это речь, обращенная к морякам. Ни к ученикам, ни к серьезным людям, ни к кому, к морякам. Это речь перед толпой. Тем более перед случайной толпой. Следующий шаг. Он не рассказывает сути вечного возвращения. Это ведение и загадка. Кто рассказывает сути вечного возвращения? Животные Золотусты в конце четвертой части. Вот то, что я рассказывал вам о вечном возвращении, они рассказывают Золотусты. Проблема в чем? Он просыпается после самой страшной мысли, они пытаются его утешить. И говорят, мы знаем, в чем твоя самая страшная мысль. Это животные. Они не понимают Золотусты. Когда они говорят, если я не ошибаюсь, он дважды прерывает их, говоря, вы шарманщики и мошенники. А потом перестает их слушать. Когда они рассказывают ему вечное возвращение. Глава, в которой это происходит, заканчивается тем, что... Но Золотусты не слышал их, ибо он начал разговаривать с самим собственной жизнью. И следующая глава, это как раз разговаривает Золотусты. Учение о вечном возвращении, которое как бы спасает его от самой страшной мысли, не интересует Золотусты. То есть не в том изважении, которое дают его зверью, не в том изважении, которое мы знаем. А если интересует, он говорит, вы дураки. Вот это большая проблема. То есть надо все время видеть, не обманывает ли вас Золотусты. Нет ли здесь лжи. И учение о вечном возвращении очень сильно тянет на обман. Прямо категорически сильно тянет на обман. Угасающей звезде подобно всякое дело вашей любоподействии. Ее свет всегда еще в пути и блуждает. Когда же не будет он больше в пути? Смотрите, это тот же вопрос, что в случае с сумасшедшим и поиском Бога. Как и свет вашей добродетели еще в пути, даже когда дело совершено. Пусть оно ныне забыто иметь в порту. Лучше его свет и жив еще и блуждает. Пусть ваша добродетель будет вашей самостью. Смотрите, Золотусты говорит, я знаю правду, ваша добродетель и есть ваша самость. А теперь он говорит ровно то, что он говорил толпе по поводу сверхчеловека. Что значит эта фраза? Пусть ваша добродетель будет вашей самостью. Пусть ваша воля желает, чтобы ваша добродетель была вашей самостью. А не чем-то посторонним, кожей покровом. Вот истина из глубин вашей души, вы добродетельны. Конечно, есть те, кто добродетелью называют судороги под плечью. Вы довольно наслушались их лопы. Есть и другие, называющие добродетелью ленность своих пороков. Как только их ненависть и жерсть тонно потягиваются, их справедливость просыпается и третит свои заспу для глаза. Да, и есть третий вид людей. Есть и такие, которых тянет вниз. Их демоны тянуты. Но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и алочные справки в своем поле. Есть другие способы быть добродетельными, помимо веры в награды и наказания. Их ровно три, о которых и говорит Заратусство. Есть те, кто добродетелю называют судороги под плетью. Солки. Да, 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 да. Есть и другие, называющие добродетельную ленность своих пороков. То есть, вы идете по улице. Вы хотите зайти в кофешку, съесть капкейт. Первый вариант. Вы говорите себе, нет, я слишком толстая. И тогда вы себя бичуете. Второй вариант. Вы говорите себе, я только что съела стейк. Что-то не лезет в меня капкейт. Это тогда, когда ваши пороки ленятся. И есть третий вариант. Есть и такие. И еще разочек. Которых тянет вниз. Их демоны тянут вниз. Но чем ниже они опускаются, тем ярче зарядят их глаза и алчная страсть. Вы врываетесь в кафешку, хватаете капкейк и начинаете страстно запихивать его в себя. При этом страстно рыдая. Как же можно так поступать? Это же невозможно. Так нельзя делать. Какой позор. Я стану толстый. И тут же хватаете второй. Отрицание, воздержание и чрезмерность. Наказание. Наказание, лень. Это же не воздержание. А именно, что уже вы присытились другим и вам не хочется. Но опять же, я привел примеры жизни. В смысле, наступил на мину. Не верьте в эти примеры. Самообещение, лень и принятие с отрицанием. Ну, видите, мы пытаемся как-то, но вы поняли, о чем идет речь. То есть это все еще три способа, помимо награды и наказаний, обладать какими-то добродетелями. Но понятно, что это нездоровый добродетель. Это нездоровый подход. Ах, и их крик достигал ваших ушей. Вы добродетели. Что не есть. Я, это для меня Бог и добродетель. Есть и такие, что с трудом двигаются и скрипят к телеге, везущие нам в зору. Они говорят много о достоинстве добродетеля. Свою мудру называют они добродетельными. Есть и такие, что подобно часам, заведенным на день. Они тихуют и хотят, чтобы тихо не называлось добродетельными. Поистине, они забавляют меня. Где бы ни находил я такие часы, я завожу их в свои насмешки. И они должны еще прожужжать мне. Другие гордятся своей пригоршней справедливости и привещут по имя ее на все. Так что мир тонет в их справедливости. Ах, как отвратительно звучит слово добродетель в игрушках. И когда они говорят «я справедлив», всегда это звучит как «я там счет». Свои добродетели хотят они выцарапать глаза врагам. Они возносятся только для того, чтобы унизить... Есть такие, что сидят в своем болоте и там говорят из тростника. Добродетель – это значит сидеть смирно в болоте. Мы никого не кусаем и избегаем тех, кто хочет укусить. Во всем мы держим все мнение обрушенного нас. Ну, я не думаю, что надо защитровать это. Есть такие, что любят жесты и думают. Добродетель – это своего рода жест. Их колени всегда преклоняются, руки восхваляют добродетель. Но их сердце ничего не знамевает. Есть такие, что считаются добродетель сказать «добродетель необходим». Но в душе они верят только в необходимость полиции. И это второе слово, которому не место в этом тексте. Если бы этих двух слов не было, газета и полиция, это был бы абсолютно неузнаваемый текст, по-моему. Ни иное, кто не может видеть высокое в людях, называет добродетель не то, что слишком близко видит низкое. Добродетель не называют обслуживанный глаз. Одни хотят, чтобы их наставили и подлили, и называют это добродетель. А другие хотят, чтобы их сокрушили, и также называют это добродетель. И почти все верят, что участвуют добродетели. Все хотят по меньшей мере быть знатоками в добре и зле. Это важное замечание. Все хотят по меньшей мере быть знатоками в добре и зле. Человек есть оценивающий. И в этом смысле каждый человек нуждается в том, чтобы знать, что такое добро и зло. Опять же, из луки Дида, чтобы знать, как действовать. Чтобы обладать мотивом для действия. И даже для без действия вы должны знать, что такое добро, а что такое зло. Не для того пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лужицам и глупцам, что знаете вы о добродетелях, что могли бы вы знать о добродетелях, но чтобы устали вы, друзья мои, от старых слов, которые научились от глупцов и лужицов, чтобы устали от слов набрата, возмездия, наказания, стрельбы и войны, чтобы устали говорить, какой-то поступок хорош, ибо он бескорыстен. А, друзья мои, пусть ваша самость будет в поступке, как мать в ребенке. Таково должно быть ваше слово о добродетелях? Да. Отказ от навязанных ценностей. Мать любит дитя, потому что оно ее. Всякое дитя требует любви, но только свое дитя заслуживает любви. Поистине, я обнял у вас сотню слов и самые дорогие дружки вашей добродетели. Теперь вы сердитесь на меня, как сердитесь на дитя. Я знаю, откуда это взято. Вы знаете, откуда это взято? Конечно, это Сократ. Сократ и дети. Как, знаете, как Ленин и дети, только Сократ и дети. Речь идет о диалоге, где Сократ сравнивает философа с врачом. Мне почему-то хочется сказать, что это Горгий. Да, это Горгий. Да, а оратора. Сравнивает с продавцом конфет. Он говорит, что когда врач говорит, что, наверное, не надо есть много сладкое, надо есть горькое, дети очень расстраиваются. Вот то же самое говорит о Золотустере. Да, на этот раз Золотустер сравнивает себя с морем. Он отнял у них такие понятия, как добродетель, добро, зло и так далее. И так далее и тому подобное. Свободная, несвободная воля, альтруизм и эгоизм и тому подобное. И он собирается дать им нечто взамен. Или, по крайней мере, если не собирается, то обещает. Но как он поступит на самом деле, мы не знаем. Ну, вернее, мы знаем, если мы дочитаем до конца. Он бросит их. Он ничего им не даст. Может быть, он даст что-то нам, но своим ученикам он ничего не даст. И так, соблазнители номер один – это сострадательные. Соблазнители номер два – это священники. Соблазнители номер три – это добродетельные. И теперь пришло время поговорить не о соблазнениях, а о господствующих мнениях или господствующих посылках. И первое из тех, о которых вы будете говорить, это, конечно, равенство. Отсюда первая, следующая глава об отребье – это глава о практике равенства. А следующая глава об отребье, простите, как она называется, это глава о теории равенства. Тарантулы – это теоретики равенства. Хотите знать, кто это? Это Руссо, в первую очередь. Хорошо. Я думаю, что мы не будем пока читать главу об отребье, а прочтем ее завтра и как раз обсудим о том, как Золотусы почувствует месть более ясно и как он должен будет смириться с этой местью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!